Чужаков Михайловка встречает негостеприимно. Подъехать к селу невозможно, нет дорог. Застревает и наш автомобиль. В помощь высылают машину из соседней Георгиевки. По дороге глава местного сельсовета рассказывает, что когда-то в Михайловке были и ферма, и колхоз, но в 90-е все пришло в упадок. Полуразрушенные дома по дороге, как подтверждение. Дом Михаила Бабурина в самом конце села, 8 километров по бездорожью. Михаил Бабурина для своих просто Максимыч или дядя Миша уже 10 лет живет в полном одиночестве. Ближайший магазин в 20 километрах. Уехал в Михайловку из Красноярска после развода с женой. Оставил ей и сыновьям трехкомнатную квартиру в Черемушках. Но о подробностях семейного конфликта умалчивает. В Михайловке он родился и вырос. По городу совсем не скучают. А что там делать? Что? Выйти? Ну, я пенсионер. Выйти? Там всегда алкаши. Всегда алкаши. Угостят или у тебя есть. И все. И я бы сдох, наверное, до сих пор. По всему дому висят выцветшие фотоснимки. Есть два альбома с фотографиями. Периодически Михаил Максимович их пересматривает. Вспоминает, как служил на флоте и как побывал в Африке и Индии. Как спасал английских туристов от бедствия. После армии пошел работать на красмаш шлифовщиком. 25 лет по 12 часов в день. Сейчас трудится не меньше. Приходится быть себе и парикмахером, и пекарем, и швеей. А что за машинка у вас старая такая тоже? Она новая. Почти. Почти новая. Сколько лет? Наверное, лет 120. Кроме машинки из техники у Максимича есть цветной телевизор, кнопочная Nokia и радиоприемник. Телевизор включают только по вечерам, чтобы посмотреть новости. Показывают два канала. Первый и Россия-один. От внешнего мира, хоть и оторван, но знает, и что Трамп победил на выборах, и что такое селфи. Правда, разговоры о политике сводят к одному. В Советском Союзе жилось лучше. В Советском Союзе каждый год, каждый год ожидали понижение цен. А сейчас ожидают каждый год повышение цен. Парадокс, да? У Максимича большое хозяйство. 20 овец и столько же кур. Скучать с таким зоопарком не получается. Подъем с петухами. Потом всех надо накормить и напоить. Колодец рядом, прямо в огороде. Еще, еще, еще. Еще, еще. Опа! Вот и мы, герои русских сканер. У каждого питомца есть имя. Среди них даже Сулико и Суфико. Кота зовут Маркиз. Охраняет территорию Собака-Север. Ой, хороший такой. Такой хороший. 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 Ай, ай, ай. На, на, на. На, на. На, на. Да, да, вынесу тебя. Вынесу. Погоди. Гости к Максимичу приезжают редко, но раз в год Михайловка оживает. На 9 мая к местному памятнику ветеранам Великой Отечественной войны съезжаются все бывшие жители деревни. Летом погостить приезжает младший сын. Зимой иногда заглядывают охотники. Пенсию и продукты привозит почтальон. Почтальон приезжает в Михайловку один раз в месяц. Летом можно проехать на машине, зимой только на лошадях. Поэтому этот голубой почтовый ящик это больше символ надежды, чем какое-то средство для общения. Потому что последнее письмо сюда приходило 10 лет назад. Весной частый гость это медведь. Но несмотря на опасность у Бабурина даже нет ружья. Шутит. Медведей и так уважают. Я как зарал-зарал. Остав баран, это мой баран. Он мне дальше туда подъезжал. Максимычу 66 лет. Возраст выдают только глубокие морщины. А так он первый и единственный парень на деревне. Максимыч хвастается крепким здоровьем. За всю жизнь не выпил ни одной таблетки. Уверен, с таким подходом и 100 лет не предел. Новый год праздновать не будет, хотя подарок хочет трактор. Для настроения уже нарядил елку, чтобы тоску разогнать. Из худших выбирались передряд. На светом худо и в трамятечии. А капитан нам шелет привычный знак. Еще не вечер. Еще не вечер. Максимыч останется в Михайловке до конца жизни. Так он решил. Такую судьбу он выбрал и для себя, и для родного села. Пока он прописан и живет в Михайловке, она существует не только для него. С 2000 по 2010 год только в Красноярском крае исчезли около ста сел. И бог его знает, сколько еще населенных пунктов держится на одном человеке. Здоровья тебе, Максимыч. Юлия Чупрова, Дмитрий Комаров, Максим Божарин, 7 канал. Спасибо.